Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Без господдержки сельское хозяйство ждут тяжелые годы, так считает депутат Государственной думы от Кировской области, член Гравного комитета Сергей Доронин. Он прокомментировал инициативу правительства сократить финансирование программы развития сельского хозяйства на полмиллиарда рублей в ближайшие три года. Это должно затронуть сферу растеневодства, животноводства, мясного и молочного скотоводства и социальное развитие села. Я думаю, что нас ждут серьезные проблемные годы. Это сигнал для инвесторов, которые еще сомневались, идти ли в эту отрасль. По основным ключевым направлениям, бьют в кавычках, которые, как считают министерства финансов и Минсельхоз, уже достаточно развились за эти годы. Любой экономический или производственный процесс заключается в непрерывном вложении в развитии и замене оборудования. Нам, конечно же, необходимо инвестировать. Добавлю, что прошлой осенью премьер Дмитрий Медведев заявлял, что секвестра в сельском хозяйстве не произойдет. Экономика. К другим новостям. В Кирове закрылась кафе «Ботаник». Заведение на углу Московской и Свободы не работает несколько дней. На дверях вывешена табличка с извинениями. В справочной службе системы «Глобус» и зданию «Навигатор» сообщили, что закрытие кафе невременное, «Ботаник» больше работать не будет. Причины там пояснить затруднились. По некоторым данным, закрыть заведение общепита пришлось из-за низкой рентабельности. Ранее в Кирове прекратили свое существование кафе «За Хаос», «Винил», «Карабас», «Барабас». Бывшим дилером «Шатуры» заинтересовалась полиция. Несколько десятков жалоб поступило на компанию «Провдекор Киров» в Роспотребнадзор. Организация не выполнила поставки, взяв стопроцентную предоплату. Пострадавших направляют в суд. Решением, как правило, становится расторжение договора с полным возвратом денег, уплатой неустойки и компенсацией морального вреда. Кроме того, ОМВД проводит проверку в отношении юрлица. Напомню, что в марте подмосковный производитель мебели компания «Шатура» обвинила кировского дилера в мошенничестве и обратилась в арбитраж с требованием взыскать долги порядка двух миллионов рублей. Программа «Эхономика». Напоследок несколько цифр. 250 миллионов рублей понадобится на расселение нескольких домов и выкуп автосервиса, чтобы начать строительство путепроводов чистой пруды. В 3,5 миллиона рублей обойдется празднование Дня города Кирова в этом году. На 8,5 миллиардов рублей налогового вычета заявили кировские налогоплательщики, купившие в прошлом году недвижимость. И о валютах. Они заметно укрепились на торгах в четверг. Доллар стоит 54 рубля 99 копеек. Евро перешагнул 60-рублевую отметку и стоит 61,95. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика». 101FM Ольга Болезина. Новости экономики в Кировах. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Субтитры removing